Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 17 февраля и сегодня у меня был последний посев перца. Последний почему? Потому что я в этом году буду перец только в теплице выращивать. И вот этот вот лоток я сеяла для выращивания в теплице. Вот смотрите, вот на первом посеве у меня вот на этом уже настоящие листики показываются, а эти я только-только посеяла. Почему такая разница? Конечно, потому что эти все перцы, хотя они будут выращиваться в одной теплице, я их сею для разных целей. Тот вот первый лоток вот этот, это для получения такого раннего, прям супер раннего урожая. А это обыкновенный в стандартные сроки. Если посмотреть график посева нынешний моих перцев, то он выглядит так. Так, 25 января я посеяла вот этот вот первый лоток и 26 января, первый лоток был для супер раннего урожая, и 26 января почти в это же время я посеяла все крупноплодные, высокорослые такой, с длительным сроком вегетации перцы. Получилось, что посеянные в один и тот же срок, они у меня для разных целей. Вот эти, которые я посеяла для раннего урожая, я сеяла такие кустовые, низкорослые, с более коротким вегетационным периодом. Они будут в первую очередь, а те, посеянные в этот же день, будут намного позже. И вот сейчас последний посев у меня здесь все, все среднеспелые, все которые ранние, все которые вот массовый посев перца, о котором я говорила на прошлой неделе, я сделала. Сегодня же я посею последние свои, это горшочные, вот оранжевый гром, гном, там этот огонек, еще, ну вот все, которые декоративные, которые не очень, не важно, когда они поспеют, я их до самой-самой поздней осени держу, еще потом домой заношу. Их можно посеять сейчас, можно посеять и через неделю, все равно они дома потом все дозревают. Вот на этом мой посев закончился. Но я еще буду сеять в конце февраля перец на рассаду для продажи. Я его сею почему всегда попозже, потому что у нас не у всех есть у нашего населения теплицы. У нас такой регион, уровень зарплаты не очень высокий, и теплица еще не для всех доступная вот такое вот удовольствие, что не все имеют. И так как они выращивают в открытом грунте, сейчас для них сеять рассаду еще рано, она до 10 июня перерастет. Еще раз повторяю, что вот это мой посев, это для теплицы, я буду это высаживать в теплицу. Вот сеяла сухими семенами, и всходят они, будут сходить дней через 10, через 15, потому что я заранее не замачивала. Это значит примерно 5 марта они взойдут, так как рассада 70-80 дней у перца допустима, 5 апреля будет 30 дней, 5 мая будет 60 дней, ну и вот как раз 70-80 дней это будет средина мая. В этот период уже вполне можно высаживать у нас в теплице. Ну и я сею по таким датам уже давно, там неделя раньше, неделя позже, не имеет значения. Но если я хочу получить именно спелые плоды, чтобы на кустах созрели, то в феврале, в средине февраля до 20 февраля нужно посев закончить. Конечно, вы можете сеять хоть когда, можете сеять и в начале марта. Некоторых не очень как расстраивает, что не все перцы покраснели, они просто снимают их зелеными, потом на окнах где-то там еще дома, дозаривают их, они созревают тоже. Если нет условий выращивать и вот так сеять вот так рано, то, конечно, можно сеять и позже. Но я рассказываю именно о своих посевах, когда делаю я. Я высаживаю очень часто и с цветами, иногда и с бутончиками. Многие спрашивают, ну вредно это или не вредно, что они же осыпаются. Но тут главное уметь их сохранить. Я потом позже, когда они уже будет реальная рассада, я вам покажу и расскажу, что ее нужно, во-первых, закаливать, приучать перед высадкой дней 15, чтобы не было стресса от перемены вот этих условий выращивания. И тогда эти цветки не обсыпаются и они дальше продолжают плодоносить. У нас нынче главная проблема в том, что я в этом году не могу создать условий для хорошего всхода, для дружных всходов. Вот первый посев мой начал всходить только через 18 дней. На 18-й, на 19-й день и даже до сих пор еще вот петельки показываются. Это январские посевы, потому что как раз был период сильно похолодания, дома было тоже прохладно. Для того, чтобы хорошо все всходило, я вот сейчас комментарии начиталась, я вам сейчас покажу. Я даже приобрела вчера кусок вот такого теплого пола. Вот такие есть пленки, наверное, некоторые знают. Делают полы с подогревом. Вот сейчас будем монтировать этот кусок теплого пола для того, чтобы вот эти вновь посеянные лоточки поставить на теплый пол. Так как у меня уже третий посев, я, конечно, ничего подробного уже рассказывать не буду. Кто хочет подробности вот про землю или про посев, был первый посев перца в 2019 году, так и называется видео. Там я все рассказывала о грунте, но могу бегло сказать, что грунт у меня простой, без всяких добавок, без разрыхлителей, просто часть этой земли дерновой и две части перегноя. Накладываю необработанный грунт, в этот раз также делала необработанные семена. Делаю вот такие бороздки, проливаю привикуром. Посадила я их сейчас, сейчас я закрою сверху тоненьким слоем земли, просто чтобы выровнять вот эти гряды и все. И накрою вот таким вот тоненьким целлофаном. И она будет стоять у меня, я буду целлофан ежедневно вот так переворачивать мокрой стороной вверх. Все, это будет весь уход. Конечно, обязательно, когда много... А, вот забыла сказать, что у меня здесь все сорта, которые будут в теплице, все в одном лотке, потому что я выращиваю с пикировкой. И вот каждый сорт это рядок, каждый сорт это рядок. Все у меня промаркировано, я все приклеила название. И теперь будем ждать сходов. Вот это вот последний посев перца 23 февраля, через несколько дней буквально, я буду также делать последний посев томатов для теплиц. Все, 23 февраля я посею последние тепличные помидоры. И в марте, после 8 марта, начнем уже посев для открытого грунта. Для открытого грунта, для выращивания в тоннелях. Ну вот между этим посевом, вот сегодняшним, 17 февраля и мартом, я еще в конце февраля покажу вам, как я сею для массового выращивания рассады на продажу. Ну сею таким же способом, я вам потом подробно расскажу. Также в рядочки, потом я их пикирую пореже, ничего сложного нет. Тома, ой, перец он не вытягивается, он может вот в таком лотке месяц стоять, потом его можно рассадить отдельно. Все, посев перца для теплицы на 2019 год я закончила сегодня, 17 февраля. До свидания, с вами была Ольга Чернова. Это о посевах.